Добрый день, друзья! Меня зовут Гай, я алкоголик. Добро пожаловать на открытый семинар сообщества анонимных алкоголиков. Просьба выключить мобильные телефоны или перевести их на беззвучный режим. Просьба соблюдать тишину и не мешать выступающим передвижениям и переговорами друг с другом. Откроем нашу встречу традиционной молитвой. Боже в тайную разную душевную покой применяет то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Аминь. Для напоминания, двенадцатая традиция гласит анонимность – духовная основа всех наших традиций. Все, что ты увидел и услышал здесь, должно остаться здесь. И седьмая традиция гласит, что каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи из них. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы новых друзей и гостей. Просьба не жертвовать. Сегодняшняя встреча будет длиться четыре часа по пятьдесят минут с десяти минутными перерывами. И в конце встречи, пятнадцать минут, Дима, наш спикер, ответит на вопросы. Мало как раз. И вы можете передавать записки в течение встречи и в перерыве. Передавайте записки. На записки будут отвечаться в первую очередь. Поэтому бумажки там есть. И все. Мы не будем тратить время. Слово спикеру Дима. Пожалуйста. Спасибо. Еще раз. Шалом. Меня зовут Дима. Я алкоголик. Привет, Дима. Привет еще раз. Так. У нас ведь мы сегодня планировали первый, второй, третий шаги поделиться опытом с вами по первым трем шагам анонимных алкоголиков, конкретно моим. Я хотел еще все-таки рассказывать в ключе спонсорство, спонсирование и вообще о спонсорстве в том числе. Потому что у меня есть спонсор, у моего спонсора есть спонсор. Я сам являюсь спонсором для других ребят. А знаете почему спонсор называется? Слово вообще спонсор используется. Скажи. Ну вообще в начале была такая практика, чтобы заплатить за алкоголика, за другого, провести его по шагам. Но, то есть буквально. Представляете, прихожу я к пьяному мужику и говорю ему. Я вот дай шанс себе. Я вот готов оплатить твое лечение. Все, что я за это попрошу, это рассказать тебе о том, что выход есть. И алкоголик соглашается. И только он приходит в себя под капельницей. И тут, ну ладно я, допустим не я. А тут сидит Билл и говорит, выход есть. И начинает ему рассказывать про то, что выход есть. То есть на самом деле в буквальном смысле спонсировалось выздоровление. То есть человек, которому доносили идеи, за него платили и помогали ему как-то первое время встать на ноги. Вы знаете, у нас даже в книге указано, что пускали в дома пожить. То есть занимались. И дальше проводили по шагам. Вообще ведь действительно у нас сейчас появилась иногда такая практика, что... Не то, что практика, да. Вот просто я наблюдал многократно, что иногда так здорово рассказывали в больнице, что ура, приходите на собрание. А потом люди приходили на собрание, а там сидят и рассказывают. Все плохо, жизнь дыряющий, начальник отвратительный, денег мало и вообще... Но спасибо Богу вам, я сегодня трезвый, да. Это было... То есть как будто двенадцатый шаг, это только то, что делалось в больнице. Или где-то там, да. Но ведь это неразрывная история в главе работы с другими, да. Мы говорим о том, что выход есть и показываем, каков он именно, да. То есть далее проводим человека. То есть наша задача привести... Так же, как и привели меня, моя задача привести к духовному пробуждению человека. Теми же сами же шагами, след в след, как меня провел мой спонсор. Вот какова изначальная идея. А то получается, как будто дали хорошую рекламу, да. И обманули. И обманули. Разрекламировали, что там прям лакшери-центр торговый. Люди приходят, а там ларек такой захудалый. Ну что это такое, да? Как бы неправильно. Вот. Я много насмотрелся на эту историю. И, конечно, иногда я даже находил какие-то объяснения. Не только я, а ребята, насколько правильно найти подход к тому, что... Потому что я видел множество вот этих вот групп сливных, как мы говорим, где рассказывают про проблемы, где не работают толком по шагам, где люди ходят как на какую-то встречу эмоциональной и психологической разгрузки. Вечером встречаются, по очереди рассказывают о наболевшем. Кто-то шагает, кто-то не шагает. Шагают каждый там по-своему какими-то историями. Алкоголику рассказывают что-то главное. Ходи на группу, а потом приходит. Ну вот, изначально слово «спонсор» было связано с тем, что как раз-таки человек, который брался донести идеи до другого алкоголика, проводил его по шагам, буквально платя на старте, помогая ему материально, как бы спонсировал выздоровление другого. Так и прижилось. И сейчас некоторые используют слово «наставник» в русском языке, но все-таки наставник как-то наставляет, да? Все-таки что входит в обязанности спонсора, мне вот обозначили. Знаете, я много видел такого раньше. Я же был с 97 года 5,5 лет трезвый, потом срывался и вот сейчас снова, слава богу, трезвый. И я не видел тогда такого выздоровления, которое я увидел сейчас. И тогда спонсора устраивали самые разные мероприятия за своими подопечными. То есть, например, вводили в религиозный храм, например, во что-то там посвящали, давали какие-то странные задания, которые пришли вообще не из программы, не из большой книги, которые увидели где-то. При этом использовалась литература психологов, философов, чего я только не насмотрелся. И бывало, там звонили, а что мне делать там? Вот у меня там проблемы с женой, с мужем на работе. И спонсор начинал, как это руководитель жизни, рассказывать, как следует поступать, как не следует, что правильно, что неправильно, по какому-то своему уразумению. Вот мне интересно, мой спонсор сразу обозначил вот это некое спонсорское соглашение. Что есть отношение спонсора и спонсируемого. Он мне сразу сказал, что мои обязанности как спонсора, это провести тебя... Первое, что он сказал, это относиться к тебе с любовью. Я также говорю своим спонсируемым, первое, что я беру на себя обязанность какую, относиться к тебе с любовью. Что, кстати, не всегда так уж однозначно. И есть, потому что очень приятные и милые ребята для меня, а некоторые... Бывало у меня такое, что ко мне подходили ребята, а мне прям хотелось спросить, господи, за что, но нет ли других вариантов, да? Может быть, мы как-нибудь... А нет, вот, нигде не разбираем, почему это я должен выбирать, посимпатим или нет. Я должен помогать другим, да? Не всегда человек однозначно может оказаться симпатичен. Но тем не менее, если я беру на себя ответственность провести тебя по шагам, это уже мои проблемы. Вымаливать убого любовь к тебе, но я обязан относиться к тебе с любовью. Второе, это говорить правду, не лгать. И я как спонсор обязан говорить правду. Беру на себя эту вот обязанность. А это, кстати, не всегда приятно. То есть, заранее я это уточняю. Я обязуюсь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Кстати, это не очень прикольно. Я тебя уверяю. И тебе часто будет эта правда вообще прям не нравится. И знаете, у меня некоторые ребята вот так со мной там спорили чего-то. Вот один товарищ у меня, он заканчивает часто. Я ему что-то говорю как спонсор. Он, ну ты что там спорит, спорит со мной. Я говорю, спокойно, спокойно. Моя же спонсорская обязанность говорить тебе правду. Я ему что-то расскажу, он понимает, что вроде все правильно говорил. А ему это не нравится. И он в конце все время говорит, спасибо. А, спасибо. Он вот так вот со мной все время, да, прощается. Ну что ж, но мы это знали с самого начала, я предупреждал. Потому что я обязан сказать, если ты делаешь что-то не так, я обязан сказать, ты делаешь не так, ты не выздоравливаешь. Или если ты что-то не делаешь. Я не могу быть с тобой по-мужски солидарен. Например, как корешем, с каким-нибудь приятелем, с товарищем, с братаном. Я должен показать тебе программное отношение к этому. Как оно указано у нас в шагах. В книжке 12 шагов и 12... В смысле, в книге анонимной алкоголики, как описано оно в шагах. И, собственно говоря, третье, что я обязан делать как спонсор. Я должен провести тебя по шагам, как они изложены в большой книге, точно так же, как и меня провел мой спонсор. На это моя ответственность заканчивается. Я не управляю твоей жизнью. Я своей ты жизнью не управляю. Потому что ты более твоей, как спонсируемого. И я не могу сказать тебе, женись, разведись, увольняйся с работы, сделай там. Это твоя жизнь, твоя семья, твоя работа. У тебя свои отношения с Богом. У него планы на тебя какие-то там свои. Он меня не посвящает в эти планы. Моя задача, чтобы лишь возможно создать условия. Для того, чтобы тебе, как мне, мой спонсор подсказал, что я должен делать, чтобы возникли эти условия. Мне очень понравилось. Боб сказал в свое время, Боб Бизанс. Когда приезжал, он сказал такие слова нам, спикерский. Врач не лечит болезнь. Организм справляется с болезнью. Задача врача создать условия для выздоровления, чтобы организм справился с болезнью. Организм вылечивает, природа вылечит. Врач создает условия. Посредством медикаментов, операций, чего-то. Мы не лечим себя друг друга и так далее. Мы создаем условия, чтобы с нами это сделал Бог. Вот что мы делаем. Мне мой спонсор показал как, что надо делать. Кстати, это самое актуальное. Я когда пришел в анонимный алкоголик, и вот это странно, помогите. С детства слышал такое выражение. Помогают тому, кто сам чего-то делает. Исходя из языкового и вообще из языка. Смотрите, помощь кому-то кто-то что-то делает. Кто-то борется за свою жизнь, пытается спастись, ему можно помочь. Кинуть спасательный круг. Но если он целенаправленно тонет, это уже не помощь. Но если он решил утопиться, да? Это как бы другое. Помогают тому, кто делает. Вот, например, тащу я бревно. Мне можно помочь нести это бревно. Но я уже должен его тащить. Правильно? То есть я должен совершать какое-то действие. Если я сопротивляюсь всячески. Если я говорю, помоги мне отнести бревно. Возьми бревно, неси. Это не помощь, правда? Это немножко как бы другое. Так вот, здесь такой момент. Мне очень важно как спонсору видеть готовность к действию. Потому что все определит действие. Поэтому и уже внутри этого действия я могу подсказать, подкорректировать, поделиться опытом, уже личным каким-то наблюдениями. Знаете, я часто это сравниваю, например, да с любой практикой, кстати. Кстати, мастер также показывает новичку. Я вот когда трудился на разных работах, работал так же всегда. Человек с высокой квалификацией подсказывает, да, и он уже тебя корректирует в этой деятельности. Если ты там спортом занимаешься, да, тебе надо прийти, начать тренировку, а уже тебя тренер корректирует. То есть спину ровнее, там, ниже, выше, да, уже корректировка происходит. Вот на что я смотрю. Я в самом начале говорю сразу. Если хочешь, чтобы я был твоим спонсором, ходи на группу каждый день. Звони мне каждый день, если мы, конечно, не встречаемся. И начни читать книгу, приобрети книгу «Анонимные алкоголики». К тому же у нас ее можно заполучить бесплатно на огромном количестве групп. Вот. И начни читать с самого начала. Каждый раз, встречаясь или созваниваясь, мы будем обсуждать прочитанное тобой. Я еще параллельно собирал ребят вот последнее время все на регулярной основе. В скайпе мы встречались и читал вслух книгу с комментариями. Но мне важно всегда, это называется проверка готовности у нас. Я смотрю, если ты мне звонишь каждый день, ну уже неплохо. Это хоть какие-то дает надежды. А если ты еще и на группы ходишь, да еще и книжку читаешь. И говоришь, я вот тут почитал, подчеркнул, как ты сказал, и у меня есть некие вопросы. Или вопросов нет, замечательный текст. Но я вот сегодня прочитал, я сам укажу на какие-то важные места в тексте. Вот. И если человек это все делает, я уже вижу, что человек готов. Минимально готов. Но если человек не делает даже это, то он мне просто предлагает тащить это бревном вместо него, да? Да? Я дону, но ты выплыви за меня, это же бред. Так не получится. Вот. Ты должен сам как-то тоже барахтаться, по-любому. Если этого не... Откуда берется эта готовность, я не знаю. Вот я не знаю. Я до последнего сопротивлялся по ходу на группу. Я до последнего упирался. Представляете, я вот был в срыве, я уже знал, что выход есть, я уже знал, где он. Надо как-то ходить на эти собрания. Есть спонсор, есть шаги, да? И мне до последнего, мне уже говорят, там вернулся этот человек, тоже был в срыве. Он приходит, у него несколько месяцев трезвости. Он говорит, Дима, ты не представляешь. Ты сейчас придешь, а там ребята, кто тебя знает, тебя узнают. Там будет столько тепла. Столько тебе вообще, тебя поддержат. Там все так рады видеть. Ты даже не представляешь. Я говорю, не, 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 спасибо. Мне нормально. Я даже не знаю, с чего ты взял. Он говорит, да ты заживо гниешь. С тобой все плохо. Нет, вот до последнего. Вот такая у нас болезнь. Даже зная это, до последнего нет и все. Ну вот как. И тут, откуда берется готовность? Вот как сказать, да? Я не знаю вот этот момент. Ну, честно. Если быть до конца честным, я до сих пор не могу определить вот этот момент. Меня же часто спрашивают, как ты сорвался и как ты вернулся, как ты зацепился, что для тебя сработало? Да не знаю я, что. Мне говорят, может помогло тогда крещение? Нет, не знаю. Я после крещения еще потом срывался, бухал, да и я же не сразу покрестился и протрезвел. Не было такого. Может быть я стал молиться? Ну, я стал с какого-то момента молиться, действительно. Ну, еще до прихода, ну, до возвращения, после срыва в программу я стал молиться. Просить, помочь пережить этот день и так далее. Как я еще раз говорю, в тот момент, если говорить искренне, я просто надеялся, что я не один в комнате на коленях, что меня кто-то слышит, этот кто-то всемогущ, и он поможет. У меня другой вопрос. А чего я стал ползать на коленях-то? А эта готовность откуда взялась? Что? Я не могу словить вот этот момент. Я полагаю, что готовность это тоже какой-то дар может быть, я не знаю, подарок. Возможно, кому-то бросают спасательный круг, он его не видит. Кому-то, может быть, кто-то видит. Я сейчас фантазирую, но я как спонсор, моя задача предполагать, что, а вдруг у любого алкоголика, который встречается мне на пути, готовность есть. И действовать исходя из этого. Но фактически дальше я трачу свое время и вкладываю силы в том случае, если она реально есть. Потому что если готовности нет, я не смогу ее дать. Я пытаюсь, конечно, провести ряд... У меня просто это не моя функция, и у меня нет этой способности. Я бы был рад такой, когда некий спаситель. Ходить к каждому пьяному, подходить, на тебе готовность. И он такой, ааа, приползает на группу такой, да? Вот. Нет, я не претендую на такое. Хотя было бы, наверное, здорово. Это было бы вообще круто. Но если без шуток, это не так. Я пытаюсь вдохновить. Я говорю пламенные речи, если это уместно. Если это не очень уместно, я просто бываю с человеком. Я, когда человек звонит, я разговариваю с человеком. К каждому ищу свой подход. Но я не буду вкладывать в человека силы и средства, и время, если я вижу, что этой готовности нет. И он не делает ничего из того, что я говорю. Недавно звонит человек и говорит, возьми меня назад снова. Я не знаю, я вот прямо сейчас пойду бухать. Я ему сказал уже, ты знаешь, я бы не хотел больше обсуждать с тобой твой суицид. Для меня пойду бухать, звучит как, я больше не хочу жить, я хочу умереть. Я не телефон, блин, доверия. Мы с тобой знакомы пять лет. Мне надоела эта фигня. Вот сходи на группу. После этого позвони мне, в конце концов, и доложи, я сходил на группу. А вот потом мы посмотрим. Потому что ты мне сейчас, я вот пойду бухать, у меня опять проблемы с девушкой. Что ты, блин, сделал? Ты меня сколько знаешь? Веришь? Программа до меня за 80 лет не изменилась. За последний год она тоже не изменилась. Рекомендации все те же. Ходи на группу каждый день. Возьми книгу «Анонимный алкоголик» и начни читать. Я уже даже... Она записана у меня от начала до конца с моими комментариями. В скайп-встрече со спонсированием я уже эту ссылку ему кинул. Не можешь даже читать, слушай до кучи и следи по тексту. У тебя запись есть в всей книге. Я уже создал все возможности. Группа у тебя... у него во дворе группа. Ему надо из дома выйти. Он мне звонит, начинает ныть. Ну, о чем мы говорим, ребят? Хочешь убей себя, убей себя. Хорошо. Это твоя жизнь. Да, мне будет печально. Но я полагаю здесь уместен этот... Ну, назовите цинизмом, если хотите. Но у меня нету столько ресурсов лить слезы по каждому самоубийце. Нет. Вы знаете, кто вы здесь здесь? Я действительно так считаю. Я согласен, да? Мы все здесь решили, пусть это продолжается. Мы не убили себя. Каким-то образом мы, да, продолжили эту жизнь и этот день. Это для меня великое благо. Если человек хочет за это биться, я нарушу все, что есть в моих силах. Потяну всех вас при возможности на спасение. Я уверен, что каждый из вас, не думая, то же самое сделает для любого алкаша. Вот. Столько насмотрелся. А вот это, можешь меня провести по шагам, будешь спонсором? Да ко мне там бывает от спикерюха, когда ударно как-то хорошо. Сразу да, телефончик, тын-тын-тын. Ну и сколько из них звонит, ну, не так уж и много. Кто на регулярной основе начинает звонить и действительно все делает, что говорю. А иногда человек не звонит, я сам перезвоню, говорю, что не звонишь-то? Он говорит, да каждый день не поверишь. Я говорю, поверю, сам такой же. Каждый день думаю, надо позвонить спонсору. Часто же слышите, да, такое бывает. Что это такое? Ну, наше. Где-то могу подкинуть чуть-чуть дровишек, да, но... Я говорю спонсору, вот в твои обязанности входит. Значит, воспринимать все мои рекомендации как руководство к действию. У нас так говорится, да, рекомендации. Но я это сравниваю, знаете, со службой в армии немножко. Вот я тут рассказывал такую аналогию. Я люблю какие-то, да, такие метафоры, что ли, аналогии, да, проводить с такой реальной жизнью. Вот служил я в армии два года. Призвали меня в армию, там есть такие старослужащие у нас, деды. Да, были, когда я служил. Во всяком случае. Вот. И я сперва думал, что это какая-то там дедовщина. Когда я в армии увидел, чем дальше служишь, тем больше понимаешь, что, во-первых, этим механизмом уже тысячи лет армия давно развивается. Да, какие-то армейские механизмы. И вот эта постановка внутри армейского уклада, она очень здорово отработана. Ведь я понимаю, что здесь мне могут там какой-то подзатыльник или какую-то там отжиматься, подтять, ну, что-то там, да, наказание в виде каких-то упражнений физических. Или там весь коллектив из-за меня будет бегать, что-то делать, да. Вот. Но ведь в боевой ситуации, ведь или пуля в башку прилетит, или товарищ погибнет, или все подразделение поставишь. Если ты не будешь четко соблюдать. Четко соблюдать что? Рекомендации старослужащих и рекомендации офицеров. В армии это называется приказ, да? Команды. Ты их должен четко исполнять. Знаете, в армии приходят все такие ребята. Ну, может быть, вот в армии Израиля, возможно, более осознанные ребята приходят. Но я увидел, что в армии, я жучу, но я увидел, что в армии, как приходят очень яркие индивидуальные личности. О них же до этого заботились родители, да, там была школа, да, там общество относилось. Вот. И вот ты в армии, сынок, да? И ты свою яркую индивидуальную личность, да, дембеля, лучше из одного места вообще не вынимай прям вообще. Потому что вот это твое мнение личное, оно здесь вообще никого не интересует. Тебе прям скажут, что делать, и будешь это делать. И это очень правильно, потому что так ты выживешь. И не только ты выживешь, мы победим вообще так. Потому что из тебя вот эту вот индивидуальную яркую личность, с ее вот индивидуальным этим мнением. Потому что у меня же всегда так. Мне приходит какая-то команда, а я, может быть, поющим другие варианты. У меня есть мнение на этот счет, да? И там есть такая терапевтическая мера, сразу эффективная, которая помогает убрать это мнение, чтобы между командой и началом ее выполнения это мнение не вставлялось никак. Потому что если команда приходит, ее надо быстро выполнять. И я помню, как меняется вот этот коллектив. И мы, ребята, которые пришли, новобранцы, через полгода, через год, это совсем другие люди, это совсем другие, уже можно сказать, мужчины. Вот. Это совсем другой коллектив. Уже что-то происходит, и все начинают выполнять свою функцию четкую, которая тебе предназначена в какой-то ситуации. И начинаешь понимать, почему тебя так гоняли. Потому что это так работает. Коллектив начинает работать. И так вы выживете, и только так можно выжить. Потому что как яркая индивидуальная личность в экстремальной ситуации, у тебя шансы только быстрее всех погибнуть. Ничего ты не сделаешь без коллектива, ничего ты не сделаешь без четкого выполнения. Почему у меня такая аналогия возникла? Потому что у нас ведь бойня. Вот только что ехали сюда, вот на группу, вспоминали, что раз сорвался, не стало человека. Я перед приездом сюда сестру похоронил, брата похоронила, она меня. Сорвалась, не вышла из запоя, умерла. Парень там тоже сорвался, у него что-то со здоровьем случилось, умер. И это же вот таких, мне уже отец говорит, сынок, мне 70 лет скоро, и я реже на похоронах бываю, чем ты. Вот такая наша реальность. У анонимных, что это часто происходит с нашими, это как же прям отсеивает ряды. Иди выживи. Поэтому по большому счету спонсорскую рекомендацию я воспринимаю как некую команду четкую, которую надо выполнять. Сказали, иди на группу, иди на группу. Сказали там вот делать что-то. Пиши. Вот это вот так. Это вот прям тупо. Давай ты пишешь вот это и все. Кстати, ребята, которые служили, я им эту аналогию приводил, там у них быстро они славливаются, да? Я говорю, а ты же служил, да, Тар? Служил. Я говорю, помнишь как? Прикинь, если я за каждые вот твои сомнения, тебя бы в упор лежа, да? Упор лежа принять? Да? Спорим, ты очень быстро напишешь четвертый шаг. У тебя перестанут появляться вот эти идеи насчет, а как вот я тут читаю книжку, не совсем понимаю, как писать эту четвертую колонку. Я уже пять раз тебе объяснил. Есть еще другой подход. Я говорю, вот мне, вот ты просто ленишься. Я написал 30 человек, на которых обижен, просто не могу вспомнить. Мы еще поговорим об этом. Я говорю, если бы за каждого человека платили деньги, мне кажется, ты через час написал бы больше людей, чем мы вместе вообще за всю жизнь встречали вообще. Это уже... Ну вот. Ну вот, сказал такой... Итак, принимать рекомендации как руководство к действию, да? Как команду, которая призвана выжить. И когда я говорю, что мы вот группа, это некое подразделение, да? Мы некий коллектив сплоченный. Мы тоже работаем вместе, да? Так и есть. Мы, АА, это вот такой коллектив. Я это так воспринимаю. В некотором смысле боевой. Потому что у нас реальные потери. У нас реально, да? Серьезно все. И мы, кстати, все наши действия по улучшению работы группы, то, что мы говорили о традициях, я это вижу так. Это чтобы свести потери к минимуму. Мы как группа работаем по пятой традиции, пытаемся быть эффективны, чтобы уменьшить потери. Они все равно будут. Большинство алкашей настоящих погибают от этой болезни. Мы счастливчики. Нам повезло. Наша задача сократить эти потери. Вот так вот это звучит для меня. Так, что еще я говорю в обязанности? Спасировал входит. Ну и, в общем, это основное. Потому что основное будет это правда. Я буду все время тебе говорить, что ты делаешь не так или что не делаешь. Я не для того, чтобы делать твою жизнь веселее, развлекать тебя или говорить что-то, что тебе понравится слышать. Моя задача указывать тебе вот давать вот эти вот рекомендации команды, да, некие. И если ты их не будешь делать, у меня нет таких возможностей, как в армии, когда я был дембелем. У нас здесь не так. Вот. Хотя иногда жаль. Иногда прям думаешь, что это было полезно иногда. Ну да, вот. Ну это шутка, конечно, насчет того, что... Но поехали, первый шаг. Я... Сколько у меня времени? Еще не без пятнадцать вообще. До без пятнадцати, да? До без десяти. Ездите, хорошо. Спасибо. На первому шагу в большой книге анонимной алкоголики отведено большой кусок. То есть там книга ведь начинается с предисловий, там русский текст сведения, потом предисловие, потом идут мнения доктора, потом идут, значит, Билла история. Выход есть. Еще об алкоголизме. Мы агностики. Вот это к агностикам, да, обращениям. И потом уже начинается пятая глава, где непосредственно описываются три важнейших, необходимых для нас качества. Мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел неудачу. Не излечиваются те люди, которые не могут или не хотят целиком починить свою жизнь этой простой программе. Я вот на этом моменте делаю такое заявление. Если ты будешь делать все, как я тебе скажу, следует вот этим рекомендациям, то ты не сорвешься. Потому что мы редко встречали человека. Знаете, Билл комментировал этот момент. Он говорил, что я поменял бы спустя эти годы лишь одно слово в книге. Слово редко на слово никогда, да. Мы не встречали людей, которые строго следовали по нашему пути. Но следовать этому пути надо строго, четко. Этой простой программе, подчеркни, программа проста, но следовать ей надо строго и четко. Действия просты, но выполнять их нужно верно и точно. Вот о чем речь. И мне один, такой у нас есть персонаж, и он мне прям, и потом говорил, тут рассказывал недавно, мы смеялись с ним. Мы сидим, а он приехал, вначале такой весь из себя, крутышка, да. И я говорю, если ты будешь делать, как я тебе скажу, не сорвешься. Он говорит, ответишь. За язык тебя никто не тянул. Я думаю, ё-моё. А он потом говорил, а я правда думал, ведь не дай бог, вот не дай бог, да, я прям нашел вот крайнего в моих во всех бедах. Он сказал, что все будет хорошо. И он мне потом говорил, ты меня прям развел вот на это, ты меня прям на этой теме поймал. И так уверенно говорит, я прям офигел. Думаю, ничего себе, борзый. Какой, да? Говорит, вообще бесстрашный. Мне, говорит, заявляет такое, если я буду все делать, то я не сорвусь. А он говорит, а я Бухаев, говорит, не мог тогда выбраться. И тут ты мне такое говоришь. Я прям вот за этот прям подцепил. Он говорит, ну ты, говорит, ответил бы, если не дай бог вообще. До сих пор трезвый, представляете, я с самого бога. Тебе повезло. Да, мне повезло сейчас, понимаете. Вот, на самом деле. Так что, ну это важный момент, действительно, честность. Первый абзац пятой главы описывает честность, потом идет абзац, который говорит о готовности. Если вы хотите получить то, что есть у нас, чем мы обладаем, мы анонимные, вот. Ты видишь, что у меня есть? Я алкоголик, я сейчас трезвый. Мне нравится жить. Если тебе, ты хочешь следовательно получить вот это, что есть у меня, я готов тебе все это показать. Но от тебя нужна вот эта самая готовность совершать действие. Честность. Я говорю, а какая честность нужна? Некоторые заявляют, неумолимая, быть во всем честным. Ага, так я вам и поверил. Приходите, да, некоторые такие персонажи, просто 40 лет врал, и тут раз, буду честным. Но ты алкоголик, признаешь, что ты сам себе помочь не можешь, ты обращаешься ко мне за помощью. Этой честности вначале мне вполне достаточно для того, чтобы мы продолжили этот разговор. Но нужно еще готовность совершать действие. И дальше говорится то, что называется в английском open it, да, открытость. Но мне сразу спонсор указал на то, что речь идет об открытом разуме. Потому что лишь двояко можно воспринять открыт, я должен быть открыт перед людьми. Ну, кстати, не должен. Есть люди, которыми, я перед которыми готов открыться полностью, а перед кем-то не готов. А некоторые спонсируемые мне говорили о том, что я вообще единственный человек, перед которым они открывались. Вот, в принципе. Я говорил, это и не требуется какая-то широкая открыт. Имеется в виду открытый разум. Не предубежденность. Потому что переполненный сосуд уже не наполнен. Он уже и так переполнен, да. Вот. Я спрашиваю у ребят, когда мы читаем, а где определение алкоголика, да. Где определение в книге анонимной алкоголики того, что такое алкоголик. Если мы читаем после шагов, да. АБВ, да, вот это. Мы были алкоголиками и не могли управлять своей жизнью. Обоснуй. Ну, ты хочешь, чтобы я тебя провел по шагам. Я алкаш. Ты что, алкаш, что ли? Ну, докажи мне. Следуй тексту большой книги. Обоснуй. Ты вообще наш? Человек говорит, конечно, наш. Ты что, с ума сошел? Я говорю, нет, давай по тексту. И мне важно, что ты понимал. Там, значит, например, сказано на 43-й странице в голове агностики, да, как бы, начало главы, оно как бы подытоживает предыдущую главу, да, а предыдущая глава еще об алкоголизме. И там все разжевано подробно. И как бы в начале главы подытоживание. Итак, да, если вы обнаружили, что не можете отказаться от употребления или у вас нет контроля, любая зависимость из этого, да, проистекает вообще понятие, да, зависимости, что я не способен силой воли разума отказаться от этого вот компульсивного действия. В случае с наркоманами это будет употребление наркотика, сексоголики, значит, это будет связано с сексом, с игроки, с играми, да, наверное. Понимаю, что не надо мне, наверное, заходить в игорный дом, да, там. Я и не буду, я просто поиграю в покер на компьютере, да. Это будет любой. У нас в алкашите, у меня просто есть спонсируемые, которые грешат и другими зависимостями, и это не редкость. Или умудряются обрести абсолютно новую зависимость, избавившись от пьянки, умудряются вляпаться во что-то не менее жесткое. Если я не могу отказаться от употребления, ну, как у меня это происходит? Я иногда рассказываю, как вот у меня было. Я специально садился за руль, ехал за рулем на день рождения, потому что я больше не пью, вообще больше не пью. И понятно, что за рулем я еду, потому что я трезвый водитель. Я трезвый водитель. Примерно 15 минут нужно убедить, чтобы трезвый водитель оставил машину на парковке и спокойно выпил 50 грамм за здоровье друга. И машина на парковке, на этой платной, остается до тех пор, вообще уже, когда я понимаю, что уже месяц, и я этой платной парковке дожил больше денег, чем я в месяц зарабатываю вообще. Но самое важное, что я уже не понимаю, где я вообще, кто я там, да, там, выпил 50 грамм за здоровье друга, и кто эти люди? Где я? Что происходит? Да, вообще, потому что те ребята, которые были на день рождения у друга, они на следующий день поболели, не похмелялись, они поболели. Была суббота, потом они в воскресенье поболели, и в понедельник они с утра пошли на работу. Это вообще чудно, это вообще космос, вообще. У меня же вот это все день рождения продолжается, явно в воскресенье. Я еще и через месяц готов продолжать поздравлять этого друга. Или любого другого уже, не друга, неважно. Я не способен, у меня одно всегда перетекало в другое, но иногда люди явно не видят даже, да, но мне достаточно, чтобы вы обосновали один или другой момент. Расскажи, как ты, принимал ли ты решение больше не пить? Было ли в твоем, вот как в тексте книги сказано, неожиданно мне в голову пришла мысль, не налить ли виски в молоко? кстати, когда я узнал, что так ирландцы англичане похмеляются, так я не знал. Мне потом объяснили, да, а я уже выздоравливаю. Да, ну такой момент, вот это, мне это очень нравится, это же гениально в тексте, да, неожиданно, вот это подчеркнуто, что это вообще не связано с моей волей, никак. Я четко контролирую свою жизнь, да, вот сейчас я повернусь там налево и пойду вот с левой ноги налево, да, вроде бы, принял решение, сделал, с этим у меня вообще не так. Я решил сейчас повернусь налево и неожиданно мне в голову пришла мысль, на небе не было ни облачка, вот ничто не предвещало, и все, я уже не помню и на следующий день, и на, и у меня вот так, и у меня этих примеров тонна. Как правило, у тех ребят, кто ко мне обращался, этих примеров тоже тонна. У некоторых было не так. Некоторые, но если я не выясню вот это, я не двигаюсь дальше. Мне важно проработать вот этот первый шаг с человеком и выяснить свой первый шаг. Когда меня спонсор сказал, я не знал, что так будет, потому что до этого я писал множественные задания какие-то по первому шагу. я иногда даю прописать человеку пожить. Я говорю, не надо писать сочинение на тему, просто в тезисах накидай план твоей мини-спикерской мне. Я дам тебе там сутки на это. Завтра мы встретимся, и ты обоснуешь, почему ты алкоголик. Расскажешь, правда ли ты алкоголик? Может, тебя случайно занесло к нам после трех приводов в полицию? Пятнадцать наркологик. Пятнадцать наркологик. Слушайте, я наркологик приезжаю. Вы знаете, вот скажите, пожалуйста, вы видели в наркологии людей, которые просто заехали поправить здоровье? Я. Мистика, да, вот это. А я однажды уже, мы тогда ездили там, в одну, ну, за Москвой, там, не важно, в наркологику, да, там уже приходим уже в какой-то очередной раз, я прям вырос, выходит мужик, я уже узнаю, я там типа, ну, привет, Вася, опять ты здесь? Он говорит, ну, здоровье поправить? Прям, я говорю, а ты слышал о теме санатории в Картминводе там, да, может же куда-то поехать, да, я не знаю, пансионат какой-то, в конце концов. Вот это поправлять здоровье в наркологической клинике, это, конечно, такая тема, ну, на вкус и цвет, как говорится, да, товарищей нет, есть и такое, да, вот, я тоже заезжал по здоровью поправлять, вот, звонил из больницы, звонил из больницы по делам, мне в ординаторской выдавали телефон на три минуты, я говорю, мне надо очень важно сделать звонок по работе, мне включали при враче, я набирал, звонил, сдавал телефон назад, я в больнице, у меня тут сложности с поджелудочной железой, ага, Михалыч, точно, мы в курсе, здоровье заехал поправить, в реанимацию, всклиф, нормально, вот, и, короче говоря, дальше идет вода, были алкоголиками и не могли управлять своей жизнью, мне вот спонсор простой вопрос задал, а, а, да, когда он меня вообще спросил, он меня сразу сказал, вот, ты можешь обосновать, что ты вот не мог отказаться, да, хотел и не мог, я начал говорить, и я проговорил минут 40, наверное, прям выпалил я его, да, и он прям сидел и только временами вставлял, я говорю, да для меня была как вода, я не чувствовал ни запаха, ни вкуса, я вот так вот из горла, это, полулитруху усаживал, он говорит, то же самое вообще-то, и он мне давал какую-то вот эту, ему 50 минут, и он мне в конце сказал, вот, когда будешь спонсировать, если из кого-то так же польется, как из тебя, не тормози это никогда, дай человеку рассказать, и, только не давай ему разновидеть, не надо начинать, ни первый, ни пятый шаг, вот это, знаете, дул легкий восточный ветер, смеркалось, не надо вот с этого, да, давай по существу, ну если человек говорит, пусть говорит, это хорошо, да, а иногда приходится раскачивать, и, второй момент, вот это, были алкоголиками, и не могли управлять своей жизнью, я прям говорю, ответь на этот вопрос, какой ты менеджер своей жизни, какой ты водитель, управлять жизнью, вот твоя жизнь, это как автомобиль, он вообще цел, у него вообще колеса на месте, он вообще на дороге остался, вот что такое управление, да, пункт А, пункт Б, забили в навигатор, доехали, вот, а тут из пункта А в пункт Б, и вообще машина не добралась, вообще пропала без вести, где-то на трассе, вообще исчезла, что вообще, какой ты управлений, не в связи даже с бухлом, мне здесь важно, чтобы вот этот момент человек видел, потому что есть четкое понимание, у некоторых ребят, что все мои проблемы, только из-за алкоголя, или еще там, ну алкоголь, или еще что-нибудь там, кто-то наркотики называет, кто-то еще чего-то, какие-нибудь там пристрастия, но вот если это типа убрать, в целом у меня все нормально, вот я так понимаю, в отличие настоящего алкоголика, от не алкоголика, если у тебя проблемы конкретно с алкоголем, а так у тебя в жизни все хорошо, это не совсем наш разговор, если ты думаешь, что ты прекрасный в управлении своей жизни, и только вот алкоголь тебе враг, ты посмотри вообще на свою жизнь, я вот на свою, мои планы вообще не входили, ни наркологи, ни прив, да я в армии не собирался служить, я изначально думал, поступлю сейчас в университет, в институт тогда, я первый в энергетический, там военная кафедра, ну сборы буду офицером, конечно, мордопой, сотрясение, академический отпуск, вылетел, поехал служить срочно, к примеру, что это, управленец, чудесный управленец, а что я подрался-то вообще, пьяный шлялся, где не популя, вот, и далее, и вот это начинается, у меня там вот это, а насколько я вообще хорошо управляю своей жизнью, вот убрали у меня из жизни алкоголь, и как я там вообще просуществовал, вы знаете, что я сорвался, да, отлично, знаете, что я сорвался, а как это произошло, вот так, самая страшная иллюзия алкоголика, я считаю, когда я протрезвел, и в какой-то момент кажется, ну вот, теперь все мои таланты, весь мой потенциал, раскроется в полной мере, вот сейчас заживем, и все, и что, тут не в 12 шагах дело, но я уже трезвый, сколько можно уже тусоваться с алкашами, пора уже жить, начать жить, вот и пожилы, опять больницы, опять все эти, танец на граблях, вот это, сколько вы танцевали на граблях, расскажите, какой вы управленец, вот после этого нам имеет смысл, перейти дальше, к тому, что мы продолжим, после перерыва, не переключайтесь, перерыв 10 минут, да, 8, и 4 часа начинаем,